При появлении владельца обязаны вернуть автомобиль. Официально вступили в силу поправки, регламентирующие работу эвакуаторов. Подробнее об этом, а также о мерах борьбы с зацеперами и введении минных проездных билетов в обзорном материале нашей программы. В Госдуме готовы поднять штрафы до 5000 рублей для так называемых зацеперов. Сейчас наказание для нарушителей составляет 100 рублей. По статистике, в последнее время увеличилось количество подростков, погибших при данном виде передвижения. С инициативой ужесточить наказание для нарушителей, а также оснастить электрические камерами видеонаблюдения, выступили члены Союза пассажиров России. По их мнению, видео должно в режиме онлайн передаваться сразу в кабину машиниста. А вот представители РЖД считают, что камеры могут стать причиной простоев электропоездов и вызвать недовольство сотен пассажиров. Вступили в силу поправки, касающейся эвакуации автомобилей. Теперь машину не смогут увезти на штрафстоянку, если владелец забыл документы дома. Это, правда, не избавит от штрафа в 500 рублей. Кроме того, эвакуировать авто можно будет лишь тогда, когда оно припарковано под табличкой, информирующей, что работает эвакуатор. Но эта поправка вступит в силу только через два месяца. Также должны вернуть машину, если есть возможность устранить причину задержания до того, как эвакуатор тронулся, то есть, если пришел владелец. Именными предлагают сделать проездные в электричках. К руководству РЖД, от уполномоченного по правам человека, поступило обращение с просьбой разработать билеты с указанием имени и фамилии купившего его человека. Пассажиры часто теряют проездные и не могут потом их восстановить даже при наличии соответствующих документов. По мнению омбудсмена, утерекарт не должна лишать пользователя права на получение уже оплаченной услуги. Но, по мнению экспертов, перевозчику на создание именных проездных нужно будет потратить несколько десятков миллионов рублей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...